Добрый день, мои друзья! С вами Александр Иринокуров, преподаватель по духовым инструментам, кларес, сафон, флейте. И сегодня вы видите на меня в руках блок флейта, и я вам расскажу о своем курсе для взрослых блок флейта, когда мы начинаем играть от самых простых мелодий до более сложных. Я начинаю с аппликаторы. Конечно, я сейчас нахожусь в Италии, и поэтому мой курс будет подготовлен для вас на материале мелодии из Италии. Это народные песни, которые вы всегда знаете. Вы слушаете их по радио, по телевидению. Они все для начальных курсов лежат в первой октаве. Первая октава – это от нотки до до нотки до. Вот так звучит первая октава. Мой курс – это три месяца. Мы встречаемся 12 раз и один раз в неделю. Урок – 45 минут. Почему это важно? Почему курс, он не может быть записан, допустим, на какое-то видео, и вы не можете его купить. Потому что курс индивидуальный. То есть для каждого человека, он же индивидуум, да, поэтому его ошибки – это его ошибки, да. Поэтому я, моя задача – искренить лично его ошибки и вести его по его возможностям к нашему общему результату. А я предлагаю сегодня 4 произведения, ну, может быть, 5, где я покажу просто этапно, как мы будем с вами развиваться. Итак, первое произведение, оно очень легкое. Наверняка вы уже на моем канале его слышали. И, конечно, своим ученикам, кто ко мне приходит, я даю ноты. Даже если вы ноты пока еще не знаете, то мы с вами эти ноты быстро выучим, потому что здесь приносит систему по пальцам. Итак, мы с вами сказали, что до у нас внизу, когда мы все закрываем, а когда мы закрываем два пальца, это ноты ля. И вот упражнение, которое будет от до до ля вниз, и будет начало песенки Белобимба. Итак, слушаем. Сегодня я не буду разбирать, а я разбираю уже те, кто пьют на мой курс эти мелодии. А сегодня мы просто познакомимся, и я объясню, почему я именно эти мелодии для вас выбрал. Итак, Белобимба. Первая часть. Вторая нотка Ре. И снова повторение. А до. Как видите, да? У меня играет или левая рука, или правая рука. Начинаем мы как раз обучаться мелодиями с левой руки. Итак, более сложная мелодия, которая вторая, киритомба. Она тоже начинается с нотки до, уже вообще тоже затакт, да? Тут уже более интересный ритм. И у нас повторяется нотка ми восемь раз. Музыка. 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 Но в моем канале есть уже эта мелодия. Я ее разбираю на другом инструменте, на классе ксофон. Вы можете посмотреть. Апектура, конечно, другая. Но смысл и музыкальные фразы построены одинаково, да? То есть мы две фразы, вопрос-ответ, да, у нас получается, да? Это были две легкие мелодии, которые мы, ученики, могут сразу пройти, освоив только первую октаву. Давайте посмотрим более сложную мелодию. Мы только чуть-чуть к ней прикоснемся. В ней появляется уже знак си-бемоль. Вот такой знак, когда мы меняем уже пальцы. Это уже вторая такая ступенька, когда я объясняю хроматические звуки, да? Сегодня просто мы бегло пробежим по моему курсу. Итак, Доннер Мобили. Ну, видите, мы сегодня тренируемся тут, в этой мелодии. Мы с вами тренируем знак си-бемоль, да? Это уже такая ступенька, когда вы уже освоили первую октаву. Как правило, у меня очень интересные мелодии. Они популярные, да? Вот санту-лучи, допустим, я пишу специально для вас в легком варианте, в легком изложении, что вы можете взять. И мы, допустим, если мы взяли си-бемоль своему учить, да? То мы учим уже этот си-бемоль до сих пор, пока вы его не выучите. Поэтому эта мелодия будет тоже написана, опять же, в тональности си-бемолем, да? Давайте ее послушаем. Она, как бы, тут у нас есть и си, и си-бемоль. Когда мы си-бемоль переходим на си-бемоль, мы тоже это учим. Это и есть, как бы, сложность этой мелодии. И тут, конечно, уже идет у нас вторая октава. Еще выше мы поднимаемся, да? Вторая октава мы закрываем по дырочке вот тут, да? Как это говорит? Правильно. Я ученый в своем курсе. ПОДПИШИСЬ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ СИГНАЛИЗАННОМ ЯЗЫКЕ Вот видите, кто у меня учится, еще не знает нот, видите, стоят внизу цифры. Это как раз и стоят пальцы, да? Который вы должны зажимать, чтобы у вас получилось, если вы еще не совсем выучили ноты. Ну, давайте пойдем немножко дальше и посмотрим еще одну мелодию. Тоже итальянская народная песенка. Вы без труда ее узнаете. Я сыграю такую первую часть немножко. Она может быть в двух тональностях, да? То есть я подготовил ее в тональности, которая без бемоля, если мы бемоль не учим, и в тональности, которая имеет вторую октаву, высокие ноты, да? То есть мы сначала можем ее сыграть с вами в той тональности, в которой мы учим, это бемоли, а потом эту же самую мелодию мы поднимаем выше, и уже получается вторая октава. Сначала, конечно, граница все в первой октаве. Вот так выглядит мелодия для начинающих, да? А теперь, кто уже играет во второй октаве, они уже заканчивают мою первую модуль, да? Они включены на вторую октаву. Она для них будет и озвучать. Играет музыка Так, видите, мы с вами повторяем, да? И учим верхние звуки. Кому интересно, пожалуйста, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайк, пишите ваши комментарии, задайте ваши вопросы, ваши темы, которые будут вам интересны. Вот это был такой обзор моего курса для взрослых, кто хотя бы занимался онлайн на инструменте блокфлейта. И я сегодня с вами показал чуть-чуть, как бы, мой курс. Но также, может быть, у нас на блокфлейте мы играем и так же музыку Кресмер, и какие-то мелодии из блюза, и такого-то, да? И более такие американские песенки. Итак, я приглашаю всех на мой курс. Мой курс, повторяю, идет 3 месяца, 12 занятий, и мы встречаемся один раз в неделю. Пишите! Субтитры делал DimaTorzok Продолжение следует...